МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы заходим на территорию воинского мемориального комплекса. Здесь запрещено у нас курение, бигалеты. А воду холодную можно пить? Холодную воду можно. Потому что у меня вода холодная. А, ничего-то еще. У нас есть штука. Объяснять правила поведения на территории скорби и траура, как ни странно, приходится взрослым людям. Полиция даже пригласила сюда дружинников. Рассказывать, пресекать, иногда уговаривать. Воинский мемориал в Северодвинске стал местом отдыха. Сюда приезжают свадьбы, устраивают пикники с алкоголем. К счастью, большинство людей относятся с пониманием, с уважением к могилам. То есть они покидают нужную зону, с мемориала уходят, либо убирают алкоголь вообще. Но бывали конфликтные ситуации. Иногда доходило даже до угроз. Ничего, эти проблемы решаются. Если что, то звонок в полицию, подъезжает поддержка. Там же все по-плохому проходит для распивающих граждан. Свадьбы приезжают. На все понятно. Приехали, отдали дань памяти, возложили цветы. Зачем пить шампанское, зачем бить фужеры, зачем бить бутылки? Вообще-то это все-таки, как бы оно ни было, но это кладбище. По большому счету это кладбище. Устраивать там какое-то веселье, пляски и, извиняюсь, брызги шампанского, наверное, тоже, опять же, неэтично и цинично. В этом году здесь установили щиты, напоминающие, что мемориал – это не пляж. А вот о том, что распивать спиртное в рекреационных зонах запрещено, знают немногие. Судя по этой карте, таких мест в городе Корабелов немало. Это и пляж, и бор, и стадионы, и городские, и заводские парки. Остальное – общественные места. Получается, что появляться с алкоголем в Северодвинске можно лишь на территориях, организованных предприятиями общепита, на своем дачном участке и в квартире. Не следует забывать, что распитие в местах, где запрещено употребление алкогольных напитков, является административным правонарушением, влечет за собой наложение штрафа от 500 рублей до 1500. Поэтому, чтобы не омрачить себе праздник таким неприятным происшествием, следует об этом знать. Отдохнуть в Северодвинске можно не только на Яграх. В городе несколько таких мест организует муниципальное автономное учреждение «Парк культуры». В его введении, помимо набережной Зрячего и самой территории парка, сквер ветеранов рядом с Вечным огнем и набережная на бульваре строителей. Если вы не были здесь пару лет, то порядком удивитесь. На паранехе посажены молодые клёны и дубы. Установлен детский городок, а для взрослых бесплатная тренажерная площадка под открытым небом. Дизайн парка на Советской тоже постепенно меняется. Вместо старых аварийных деревьев появятся новые. С бюджета города нам выделяются деньги на содержание территорий, на уборку. Также за последний год администрация из бюджета выделила нам средства на приобретение, я еще раз сказал, аттракциона. Мы купили трактор, мы поставили видеонаблюдение. Эти средства были выделены администрацией города. На приобретение нового аттракциона «Сафари» 70% стоимости выделено из городского бюджета. В год культуры было бы кощунством жалить денег на эту сферу. Правда и здесь, практически в центре города, приходится сталкиваться с мародерством. Старушки выкапывают цветы из клумб, подростки похитили пластиковые стулья и атрибут одного из аттракционов. Благодаря видеокамерам хулиганов удалось найти. Кого-то из них будут судить. А этот зеленый уголок в центре города создан частным предпринимателем. Вход свободный и неограниченный. Сложно поверить, что практически парк можно сделать силами и средствами одного человека. Неудивительно, что это место стало излюбленным у новобрачных. Там же много обрядов было. То на ядрах было, там вот замки вешали, на руках носили. То там сейчас на пятом километре, я такую картину увидел, чтобы развернуться машиной. Получалось, что невеста с одной стороны стоит, жених с другой стороны. Останавливают, чтобы их лимузин повернулся. То есть о них никто не думает, об этих свадьбах, об этих обрядах. А попал на место, я подумал, что вот почему не сделать. И она как бы приживется, я думаю. Традиция посещать мост замками, фотографироваться в беседке прижилась. Шатер, кстати, Эйваз Мурадов строил для любимой дочки, специально для ее свадьбы. А вот остальные арт-объекты, чтобы порадовать горожан. Кстати, делают их здесь же, земляки гостеприимного хозяина. Вот эта верблюжья семья скоро займет свое место на берегу театрального озера. Маленького верблюжонка хозяин уже окрестил Маратиком. Но создавать красоту на севере оказалось непросто. Работа с землей – самое сложное. Это просто особый случай. Для этого есть чернозем. Мы его заготавливаем, мы его покупаем. Между прочим, он очень дорогой. Вот у нас сейчас приготовлено на Ломоносово. Вот это все сделано. 54 машины наверху лежит. И машина 25-30 лежит у ресторана. Внизу, чтобы с двух рук. Мы его покупали в прошлом году. Чтобы в этом году успеть и сделать. Сделать хотят зону отдыха и со стороны улицы Ломоносова. В планах трехуровневая площадка со скамейками, мост к озеру и даже общественный туалет. Иными словами, пустырь между труда и Орджоникидзе превратится в еще одно красивое место для прогулок. Совсем как в Одессе, шутит предприниматель. Правда, все, что создается для отдыха на свежем воздухе, сегодня многим не ценится. В Бару и на пляже городские власти установили урны. Сделали пешеходные дорожки, организовали костровища. Но не каждому виден и труд уборщиков. А мусора у моря и рек скапливается невероятно много. 400 кубов отхода в год вывозят с пляжа. 600 из Бора. Хотя убирать за собой могли бы сами отдыхающие. Почти по полмиллиона ежегодно тратим на то, чтобы убирать мусор вдоль берегов, рек и озер. То есть, понимаете, вот в принципе, те деньги, которые мы тратим на уборку мусора за нашими жителями, как все прекрасно понимают, мы могли бы их пустить просто на красоту и на комфорт. Те же урны, скамеечки, которыми бабушкам посидеть, или мусор дополнительно. Те же клумбы мы могли бы где-то разбивать, о цветах позаботиться, еще что-то поделать. Но вот если вот эти все суммы сложить чисто на уборку мусора, только вот по этим основным направлениям, у нас получается больше 2 миллионов. Почти 3 миллиона ежегодно на то, чтобы за нашими жителями убирать мусор. Отдыхать красиво в Северодвинске пока неравноценно понятию отдыхать культурно. Все органы, от полиции до чиновников и даже волонтеры, делают шаги навстречу, чтобы организовать и обезопасить досуг горожан. Знать надо всем, что за свалки, алкоголь и хулиганство, предусмотрены штрафы. Это пока разъясняют, напоминают, уговаривают. Дальше службы перейдут к решительным действиям. Здравствуйте, а с праздником Александрова. Машинка находится у вас в водоохранной зоне. Ее необходимо убрать на твердое покрытие, потому что 8.42 нарушение у нас есть. А мы говорим, прошу прощения уберем. Прямо сейчас уберите, пожалуйста. Прямо сейчас уберем.